Я рад безмерно, потому что партитура пролежала, по крайней мере, в России без движения 30 лет, и если бы не инициатива Гергиева, то так бы она и продолжала бы еще не знаю сколько лет. Если какой-то еще интерес к ней был за границами нашей родной страны, то здесь его не было. Когда я пришел в театр, Тимирканов меня пригласил на «Князя Андрея в войне и мире», это был конец 1977 года, и после премьеры однажды Юрий Михайлович пригласил меня вот в этот кабинет. Он сидел здесь за столом и сказал, Сергей Петрович, знаешь, у меня к тебе есть маленькое предложение, вот тут есть нотки одни, посмотри, пожалуйста. Я взял клавир, смотрю, мертвые души, открыл, и мне стало худо. Мне стало худо от этого количества мелких нот, от этих колоратур, фиоритур и так далее и тому подобное. Очень хорошо, что Лефер Куз был привлечен к Гергиевым, очередная его была мудрая идея, потому что он сцементировал остальных солистов, но все без исключения солисты были просто на высшем уровне. И оркестр в замечательной форме, знаете, хватка оркестра поразительная. Я же не участвовал в репетиционной работе. Я считаю, что четкость, которая необходима композитору для определения жанра и для определения, кто будет исполнять, это очень важно. Потому что он написал виртуозный баритон, подчеркнув этим, что каждая мелкая нотка должна быть спета. Каждый штрих, каждая фиоритура, все должно быть четко, абсолютно ясно спета. Нельзя петь широким мазком, нельзя петь, так сказать, другой манерой. Нужно петь именно манерой, вот именно Россиневской манерой. Профессиональный уровень трупа сегодняшнего Мариинского театра, который меня восторгает во всех компонентах. Я не погрешу против истины, и не просто потому, что я на питерской земле нахожусь. Но я думаю, сегодня ни один театр мира не находится на таком высочайшем профессиональном уровне. Высочайший профессионализм. И я как композитор, имеющий понимание цены профессионализма, потому что каждая нота в партитуре пропущена через кровь, через сердце. Не имея текста в этой опере, наверное, лучше и не выходить на сцену тогда, если текст непонятен. Потому что у Гоголя должен быть понятен текст. Вся, вот знаете, весь смак этого спектакля именно в тексте. Потому что текст уникальный, текст гениальный, текст абсолютно сегодняшнего дня. Подставьте любую фразу под сегодняшний день, и все встанет на свои места. Все то же самое.